На, посмотри. Я кое-что скажу. Вам, смотрите, понятно, что я мелочный человек и занудый. Запомните это. Это похвала. Тебе скажут мелочный человек, ты сейчас подумаешь. И зануда. Что это означает? То есть добивается, чтобы был порядок и во всем. Это не просто так. Этот порядок установлен во всем мире. Лето, зима, день, ночь. Я разговаривал с человеком, который 30 лет водил поезда пассажирские. И ни разу, говорит, я не смог привезти поезд точно во время. Новосибирский. Обязательно. Минута, полминуты где-то. Я слышал. Проверять не могу так. Есть радиоактивные часы. Ошибку допускает. Там десятую долю секунды за 2000 лет. Но чтобы определить за 2000 лет, то должно было единице измерения. С чем сравнить-то? Как он мог узнать-то, с чем сравнить-то? Для управления Богом дал два великих светила. И поэтому вперед затмение Солнца Луны высчитывать могут за тысячи лет. Это самые точные часы. Почему Луна не падает, если притяжение? Рядом с Землей находится огромная такая. Ответа нет. Я со стороны у моего беседы. Ну, вы знаете, там как тяготение, звезды, растяжки. Что-то узнали. Почему она не падает? Почему не приближается, не отдаляется? Не может этого быть. Не знаем. У нас здесь лога. Ну, лог это такое углубление в Земле. Я говорю, это посредствия ноево-потопа. Здесь над нами было минимум 3,5-4 километра воды. Вот где мы живем. Знаете уровень и самые высокие вершины. И здесь плавали киты и прочее. Откуда вы знаете? Епископ мне говорит, вы любите свои теории? Не теории, а это практика. И сейчас везде в интернете об этом говорят. Другого объяснения нет. Ровная поверхность и вдруг как русло и реки. И она идет, изевается, нигде не кончается. Но вы согласны, что была ровная? Да. Ученые здесь человеку, профессора приезжали. Но куда земля делась? Здесь идет миллиардах-миллиардах тонн земли. Где она? Промыла вода тут. Откуда вода, когда гор нету? И начинается этот лог вот он рядом. Два километра. Начинается ровное поле, расширяется. И, наконец, ширина метров пятьдесят и глубина до пяти метров. И все они идут в одно место и дальше заканчиваются в Кемеровской области. А почему? В другом месте, в другом. А потому что были здесь девственные леса. Не наши тут клёна росли. И это все несло. Несло и вымытое, промытое. Вот была земля. В ванне. Насыпь земли туда, в пол ванной. Дырки, чтобы были там, где лежат. И налей воды, и тут еще будет. Наконец, прорывается. Деревья туда несет. И все согласны, что уголь это бывшие деревья. Написано отпечатывается деревья. А почему сегодня не превращается? Ну, поток был унес. Нет, они упали деревья. Ну, толщина слоя этого угля бывает 5-6 метров. Я в это не верю. Ну, это говорят специалисты, шахтеры. А что, один метр, два, три, он уже рубит его оттуда. Дерево падает и сгнивает. Чтобы слой был, значит, их должно быть там тысячи деревьев. Одновременно, и потом сразу закрыть без доступа воздуха. Ну, да. Но как они могли попасть под землю-то? Это надо ничего не иметь, кроме пустого шалобана. И то ты догадаешься. Значит, вода занесла, землю эту вымыла, накрыла. Вот, пожалуйста. И в любом вопросе. Притом другого варианта нет. Как поправиться с детьми? Бержамин Спок, один из самых выдающихся воспитателей детей современности. Он знает. Только не наказывайте ребенка. Это главное призыв. Чаще хвалите его. Это вот так лучше. Мать пришла с ребенком. Ну, реклама идет, и все. Вот, коняшка такая. А можно? Да, пусть покачается, чтобы заторвить, а потом купить. Под обсужд быть надо. Он сел ребенок. А дома коняшка есть, но не такая. А ты с колокольчиками. И хвостик пушистый. Ну, у матери-то одна зарплата, а одна без мужа. Я хочу. Она, пойдем домой, Джон. Не пойду, купи коняшку. Я не знаю, что делать. А ему говорят, обижаю, как раз в нашем магазине сегодня. Он сейчас отправит его домой. Домой. Он подошел нахуй, все-то шепнул. Он сразу сказал, мам, пошли домой. Вот это воспитатель. Не наказывал. И она подошла и сказала, а что он сказал? Он сказал, сейчас не следишь, у меня комната. Я затащил, я опять так отпалю. До бабушкиных веников хватит. До морковки на заговоре. И он сразу скачал. То есть он вошел в то же самое русло. Без наказания не понимает. Она будет делать все по-своему. Ты научись сейчас ее здесь. Не выгибайся, когда на молитве. Стой. Поставь. Стой. Видишь, она. Сказала, не выгибайся. Она руки уже, наоборот, взяла. Загарила. Надо это и видеть. Как корежит. Встать прямо. Лукавый уже. Ну зачем я это? Я и говорю, она еще больше изогнулась. Руки назад. То есть она издевается над взрослыми. Почему? Просто поставьте. Вот у нас в семье было нас 10 лет. 5 мальчиков, 5 девочек. Нам и родители не занимались. С отцом, с матерью. Полкласса не было образования. И самое большое наказание было. Вот. Мать дать. Да, сон. Ты. Ряда прополоть. А я не делал. А мне надо поскорее сделать это. Потому что после обеда движение сусликов. Я с ведрами бегу туда, где не есть. Там подчеркну воды. По этому логу поднимусь на верх. Вылью его. И шкурка будет. И шкурку эту сдам. 3 копейки. А мне велосипед 72 рубля. И вот мы не сделали. Мать скажет. Ребятишки. Вы уже не пропололи. Или еще то такое. Отец придет. Он пасет. Что он скажет? Вот это. Отец что скажет? Мы не знали. Но мы этого боялись. Как? Отец с одной рукой пасет на жаре. Этого они не говорили. Мы сами уже догадывались. Мы тогда пластались. Не знаю как. Отец пришел, чтобы не сказал то, что он скажет. Или не скажет. Даже мы не знали где. А здесь даже нужды нет. Никакой. То есть. Ребенок дальше еще более непокоримый будет. Дальше ты плакать будешь. Она будет все время на пятерке учиться тогда, когда у тебя в руках будет ремень. А не так. Я ей конфетку дам. Я ей там рубль дам. Заталуз говорил. Обещание наказания. Ну конечно. Более содействует спасение. Чем обещание будущим было. Сядь правильным. Ну зачем ты? Он стоишь сейчас. Играешь здесь. Здесь не в ванной какой-то вечер идет. Хороший парень. Отпусти руку его. Не надо. Вишний раз с детям не прикасайся. Отрежь эту куповину. Я сколько раз говорил. Мы собрались для того здесь. Чтобы получить великое таинство. На всей красоте. Сегодня этого нигде нет. Вот так и сидел. И тот священник тайно что-то не знали. Первое. Надо научить человека. Мы проверяем. Как он знает, отвечает. Второе. Руками священника. Троекратное полное погружение. И третье. Бесплатно. Этого нет. У нас сколько было здесь иеромонахи, архимандриты. Крещение принимали. И возвращались обратно. Они мощеные. Я писал патриарху всем. Приезжай, покрестим тебя здесь. Крестим. Ну, не надо. Возьми какого-то схиугубена. А патриарх Кирилл крестит ребенка. Вот так держит. Рок закрывай. Ну, вообще, бери, как она раздевает. Она раздевает рот и стоит вот так. Вы не видите. Скажи, сразу закрою рот. Вот я стою перед детьми. Дети, давайте поземнем. Давайте, поземнем. Ну, поземните все. Так, вот, щихать хочу. Ну-ка, щихнем разок. Платочек. Полез в левый карман. Почему? Платочек должен быть в правом кармане. Правая рука. Левши-то здесь нет. В левом все остальные бумажки, которые тебе потребуются. А не так идет женщина. Ушел быстрее, кричит. Манька, у тебя бумажка есть. Ну, надо с этим саранцом, чтобы я еще раз пошел. Это вареный у нас был такой. То есть он ни женщину, ни обстановку еще не ценит. Правый карман для платочки. Повторите. Там ничего не должно быть, чтобы это случайно не выронил где-то. Телефон в правом кармане. Если это позволяет, большой или где-то меньше всего, ты будешь прижиматься. У меня телефона нет. Ну, благодаря сестре, у меня телефон перестал работать. Она достала. Цену я его не знаю. Сказал, сколько стоит. Она говорит, ну, я, может, неправильно сказал. 250 больше. Вот. Я в руки спрятал и не найдут. Никому не звоню, но мне можно позвонить. Тот телефон перегорел или что-то. Все. Закрыть ни одного звонка. Нет, непрестанно звонят где-то. Эти люди болеют. Я прочитал про это. Говорит не больше двух минут. И не больше пяти раз в день. В сутки. Не больше. Последствия того, что здесь есть в телефоне, он знает лишь через три поколения только. Какие будут дети уроды и все прочее. У человека есть такой отросток, где медики знают, аппендикс. Аппендицид болеет. А зачем он аппендикс-то? Сегодня все еще ответа нет. Зачем этот отросток, когда он и ничего не нужен? Оттуда волосинки всякие, что-то не нужно. Все. И, наконец, отрезается и прочее. В Америке рассудили так. Особенно, когда рождают, ребенка рожают. Сделали сразу операцию. Сделали. И больше еще нет. Никто не знал последствий. Проходит 16 лет. По всей стране сумасшествие началось. Дети бегут из дома. И тогда поняли, что с этими детьми делается. А вот. Это блюститель за тобой. Это сегодня, я считаю. Не надо маму трогать. Садь прямо. Мы на молитве стояли. У меня зуб заболел в Америке. Да не заболел. Я просто хотел, чтобы там подправили. Сразу я живу в Синоне. Сопроводители меня привезли. Там, говорит, это юлей из России. Там, говорю, ровно все. У меня прокилов в кресле посмотрел. Я говорю, говорят, штифт можно сделать. А на него там наростите нормальный с мраморной зубой. Эй, нельзя. У вас остатки зубов ниже десны. Вот этот надо вырвать, вот этот. Я говорю, нельзя рвать. Почему? Я веду занятия в пяти университетах. Я отвечаю на память на тысячи вопросов. По пяти параметрам. Эти вопросы никто не... Почему? Потому что это не мои. Первый вопрос. Какой бы я закапливал? Поступает записка. Вопросы, знаете. 4124. Первый вопрос. Что об этом говорит Библия? Я за кафедрой. Я называю книгу, глава, стих. Где ответ? Из Библии. Полная Библия. Книга, глава, стих. Второе. Что об этом говорят святые отцы? 300 томов полярки. Патрология меня. Третье. Что говорят каноны и правила? 719 правил. На один и тот же вопрос. 5 параметров. Четвертое. Что об этом говорят жития святых? 1173 жития. Но из них именно тот момент, абзац, который отвечает на вопросы. Это сразу, как поступают записки. И дальше. Последнее, самое трудное. Что говорят 500 поэтов мира за 300 лет? Это 20 тысяч поэтов. Это никогда никто не ответит. Это все в книгах наборожено. А как? Не знаю. Я сразу добавляю. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. У меня нет ничего. Я просто слабый технаст, строитель. А как это знаете? Не знаю. Есть вопросы, многократно повторяемые. Я не могу ответить. Вот считаю. Псалтыр считает. Люди-то разные. Я останавливаю. Просчитал ты неправильно. Вот эта буква не так. Как неправильно? Считает снова правильно. Я говорю, неправильно. А почему? Не знаю. У меня это по карте не сработало. Тогда открывает Библию, считает по этому. Открывает Библию, которая синодальный период считает. Там как написано. А почему там? Я тоже не знаю, почему они там эту букву не так поставили. Одна буква. И я как бы вижу. Это нельзя сделать. А почему? Я отвечаю так. Живому человеку, живой Бог, на живую молитву. Здесь ничего, ни денег платить не надо. А к самому малому отнести серьезно. Не выломайся. Передо мной стоят дети. Я в начале детского лайка, в новом формате уже 3 года, 48 лет. Лет? Давай мне всем 48 лет еще. И дети разные-разные приезжают. И родители просят, ходатайствуют. Ребенок вот наш с таким недостатком обязан сказать. Вот. Возьмете или не возьмем? Возьмем. Я говорил об этом, некоторые знают. Вот у Степы, он как-то как разволнуется, у него пена изо рта идет. Да и дед такой же был. Я говорю, ему сколько лет? Да уже 9. 9. А через 5 лет будет сколько? 14. До 14 лет. И девчонки говорят, ну нужно им, чтобы эту пену смотреть. Ну как-то сделать, чтобы его не раздражать. А нет. Все будут знать, инвалидов прислали. Степа будет на общем основании делать гимнастику, молиться. Приезжают родители забирать. Ну и как? Что как? Ну, там мы говорили. А что говорили? Ну, ребенок вот такая-то особая водительница, ничего нет. Нормальный ребенок, ни пены, ничего нет. Играют с мальчиками, с девочками. Гоняют в футбол. Гимнастику делают, ягоды собирают. В храме стоит нормально. Что вы из него сделали? Вот. Береща родители. Сына один. Детей больше нет. Но у него аллергия на кошек. Что аллергия? Что за крокодил заполз? Никто в деревне не знал этого слова. Сейчас приехал кто-то. А мне на святые раздражение. Ну и что? Ну, вместо одного платочка 11 положили. Вечером постираешь. И кончилась дурья эта твоя. А, аллергия. Генем я, мне кошку надо домой привезти, а в клетке держать. Она обреченная. Я говорю, я ее выпущу здесь. Смолшился. Ну ладно, доехали. Скорее, кошку заберите. Все изгадила в машине. Так, подожди, кошку я забрал. Теперь покажи, что изгадила, я уберу. Нигде ничего нет. Где она изгадила-то? Это в душе у тебя родители изгадили все. Все, трясутся над тобою. Где? Покажи. Шерстинки даже нигде нет. Я у меня специально, я привез с собой расческа собачья. Из нее собачьей шерсти, хорошие носки, целебные. Нет этого. Вы не выдумывайте. Вдолье они к нам приезжают, но у нее аллергия на коров, на молоко. Это очень легко не учится. Еще молочный, но больше не бери. Вся аллергия кончится. А я уже не болею. Сразу же встает. Ребенок, я не могу сегодня не домогать. Нам фильм надо смотреть, к батюшке идем. Так, здоровый парень, 14 лет, полковников фамилия. Так, ну мы одного оставить не можем. Так, палатку расстилайте. А палатка 2 на 2 метра. Ложись. Я говорю, взяли, зашли, а эти понесли. До тополей не делись. У меня уже ничего не болит, дайте я сам пойду. Его не бьешь, ничего. И он понимает, в глазах всех девушек ты никто. Вот у этих японцев культ коньзен. Не надо личное движение делать. Рот закрой, руку. Сейчас так, как вызывали. Закрой, ты кровь. Все. Я даю маленькие наставления женщину покрышки. Все 100% сразу разворачивать, что было туда, пало, теперь уйдет. А почему не сделать так, поняла? На расстоянии хотя бы 5 сантиметров. И тогда переверни. Я тогда говорю, давай ложку положим. Ложку положили сюда, положили. Теперь я прокинул, куда упало все. Пистолинка, пылинка, все так. Ну трудно ли тебя отнести-то? Только сейчас говорил, через минуту опять она тоже делает. А ты потренируйся несколько раз-то. А потом опрокинь, чтобы мне что-то не пропало. И там оставлять, не надо. Его так закрывать. Когда не горящие, бухи, все туда. Вот отдельно. Трудно? Да не трудно. Захожу на кухню. Самое левое там окно, которое я говорю, вот это пол. Пол подоконника мне предложили. Но имею право пол подоконника иметь. В этом доме. А там все. Мой нож лежит. Кочила. Когда я делаю, собираю зелень всякую, режу, морковку. Все для этого. Сделаю хлопушки из бумаги. Но их не будет. Растоплять они. Рядом бумага, бери. Нет. Обязательно зайдет, мои хлопушки сожжет. Ножей здесь, я не знаю сколько. Ну, наверное, не меньше 15. Ищу, где мой нож. Вытащить тебя я не могу найти. Работаю на стройке. На обед идти. Нигде-то у нас, во дворе. Я свой топор прячу. Знаю, за ним сатана ходит. Я под доски. Прихожу. Нет. Я пошел искать. Старик в другом конце работает. А как ты нашел? Не знаю. Ну, все топори лежали наружу. Почему? Потому что я один-то не взял. А мой-то взял-то. А я хожу, теперь ищу его. И понимаете, за мной охота идет. И охота непрерывная. От лукавого духа. И людей на травлю. Они передо мной на суде были, проходили. Ни один ничего доказать не мог. Они потерпели стопроцентное поражение. И вот я вам рассказываю, что вы великая или это? Приучи ребенка, молитву. Вот он стоит как. Он стоит как морской пехотинец. Корабль кащается. Он так. Моги вместе, пятки сверли. Все. Вот в Америке и придумали. Родители говорят, еще не можем с ребенком делать. А сколько молитв? Даже 16 уже здорово. Как? Ну, скажешь, он не делает. Огрызается. Так, заявление напишите. Написали так. Приходят в полицию, арестованы. Без суда и следствия. На один месяц. И советский когда узнал, и как? Во, работает. Он идет на полных правилах, поднимается вовремя. Там ему всыпят как надо. Советский разговаривает. А можно встретиться? Можно. Я встретился. Стоит такая дубина. Здравствуйте. Good morning. Ну, спрашивает, как звать? Он. Джонсон. А почему ты оказался? Потому что балдес шок. Я вас спрашиваю. Сколько? Сколько? Триадцать дней все осталось. Все. Щелкает каблуками, как мучили. Это Америка. Свободная страна. Это на всю жизнь запомнится. В тюрьму попала девушка. Женщина. Я сразу приучаю. Вот это воспитательница. Вот это там. Кто она там? Полицейская идет. Ближе двух с половиной метров. И когда они приходят. Тебя сразу, кажется, посадят. На таком расстоянии. Идешь израилье. Скажи. Мэм. Мне нужно что-то сказать. Говорите. Мэм. А почему мне посылки нет? А вы как стоите? Как стоите? Разворот ноги должен быть вот это 45 градусов. Они учатся. 45. Не вместе. Не так. Не вот так. Передовая страна. Они понимают. В этом и заложено все. Я сказал, чтобы ребенок рядом не стоял. Она уже лучше стала вести себя. Но это любому видно. Понятно. Сказал не делать это. Звонок раздался. Бибом. Вы видите, дверь открыта. Дверь открыта. Я прохожу. Дверь открыта. Я же вы делаете. Комаров много здесь. Спать здесь кто будет? Он не может спать. Комары. Кто открыл дверь? Я спрашиваю. Кто открыл дверь? Я как всегда. Открыла. Зачем? Жарко. Жарко. Жарко? Еди на стене в скамейке сиди. Не команда. Еди в скамейке сиди. Больше не подходи на кухню. Вопрос решен. Людям здесь ночевать. Дальше. Чтобы она ни дверь не закрывалась. И вот где? Открою здесь. Вот еще из-под этой. То ведро. Сущенка. Я открываюсь там. Так вот. Где дверь соединяется. Сущенка. Туда палку. Я тяну. Я отрываю шарниры. И ветром когда бывает. Гляжу шарниры оторвало с косяком. Вы что делаете? А мне жарко. Жарко. Не лезь туда. У нас здесь открыты две порточки. Нельзя этого делать. Зайди за ней. Попроси зайти. Видишь как? Не одного комара не должно быть. Суть должен быть спокойный. Я за вас стараюсь. Заходите сюда. Заходите. И когда звонок раздается, надо бежать бегом. Трудно? Нет. Это дисциплинирует. Закрыть дверь. Сегодня уже не первый раз я эту дверь бежу открытым. Вы не видите. Здесь сунком комаров залетает. Вам ночью... Зайдите сюда, пожалуйста. Я должен наладить контакт с учениками, с детьми, с воспитателями, с родителями. И как? Устав? Я ничего не требую. Дверь не открывать. Форточки открыты с решеткой. Кто писал письмо, что мы ночевали в Барнауле, у Дубунова, и комаров столько открыто, все. Вот он, пожалуйста. Он еще не приехал. Я приехал, тут комары заедаете. Я говорю, здесь этого не будет. Почему закрыто? Я ошибся. Я не знал, что вы будете дверь открывать. Теперь этот талант вообще узнал. Дверям вас не подпускать. Все, вопрос решен. И не надо. Самый непослушный, это разведенный, незамужний. Если крепкий настоящий христианин, жена ходит по стройке, по одной плашке. Вон написано сзади. А учить жене не позволяю. Какая жена грамотная? Не властвует над мужем. Я сказал, купи мне. Пока люстра не будет с позвонками, я в храм не буду ходить. Дальше точка запятой, но быть безмолвым. Сколько времени, как замуж вышло, пока муж не выйдет. Я зато выставлю, ну, ну, снимай дальше. Я зато усопределенно, говорит, вышла замуж, превратись в камень. Ой, какой деспот. Да какой женоненавистник. Вот феминизм. Ничего не надо. Мы верующие. Писание так говорит. И самые крепкие семьи там, где жена умеет молчать. Вы знаете, у нас хорошая знакомая в Германии с Валентиной Дмитриевной Старстисом. Грамотная, умная. Вышла замуж за немца. Мы на кухне у нее там в Германии. Я все записываю. А как тут оказались? Ну, вы все замуж. А где муж? Муж ушел в другой. А как он ушел? Антихристов племя. Как есть такой кадр на вид. Я все время старалась показать, что я больше знаю. Я лучше подравняться смогу. Подравнялась. Нигде отметки не осталось от мужа. Нет, ушел в другой. А если бы ты вела себя, как положено, наверное, вам все делали это. Она не скрывает. Обычно виноват он, паразит. Нашел себе такую-то, макрохвостку. А она прямо говорит. Да, я виноват, Абоксин. Другая на работе. Песчарная такая, штукатур. Какую ошибку я допустила, что от мужа не ушла два дня назад. Он меня выгнал. Я знала, что житья нет. Ну, могла я на день выйти. Я бы всем говорила. Я бы бросила паразитов. А теперь он меня пнул. Я головой ударилась, вылетел оттуда. А теперь он говорит. Я ничего не могу сказать. Она не о муже заботится. Авторитет. Перед такими же разведенками. А он меня ударил, выпнул. Я ничего не могу добавить к этому. А ты почему не сделала так? Чтобы навсегда быть с ним. И вот когда показывают, какой артисты. Бывает, они меняют, как в кино. А бывают такие. И он живет с ней 35 лет. То есть они за это заботятся. Нам все равно нужно было ждать. Вы берите лучшее везде, в литературе, у кого бы не было. Вот на занятиях в университете мне записка. Баптисты. Я уже знаю его вопрос. А как вы считаете, баптисты Духа Святого имеют или нет? Любой священник ответит. Какой дух злой? Там нет ничего. Это еретики. Они против церкви. Мой ответ не такой. Да, имеют. Как так? А почему же тогда вы говорите, что православная церковь, когда все против? Я соединю вам. Написано, никто не может назвать Иисуса Господом, признать, как только Духом Святым. Так, баптисты здесь? Да. Вы признаете Иисус? Это Господь. Да. Все, вошли в этот стих. Вот это первая ступень, они делают правильно. А далее, они отрицают церковь и Бога данное священство, и поэтому нет таинств. И это не церковь, и вне церкви нет спасения. А где это написано? 2,47 дьяния апостолов. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А если нет церкви спасения, то что их прилагать к церкви-то? Они спаслись? Если двое или трое собрались, а там и Христос. Нет, не собрались, а собраны иной силой Духом Святым. И не просто так, а во имя мое, по слову его. Бог дал власть церкви. А где церкви? Не епископат. И вот теперь мы самую главную пропасть сектарства покажем. 16 число. Дофана Вероной Кореи. Это про образ. Это были образы для нас. И они не знают, а какой образ? Ну, простой. Вы Божья Матерь признаете? Была. А сколько детей у них было? Ну, пятеро. То есть, Иосиф с ней жил, она рожала. А откуда вы это взяли? Ну, написано. Дети, братья его. Ну, ни одна жена была. А у других. И называется Ангелопова и прочее. У них никого больше не было. Единородного, единственного. Она одна. А про образ был ее? Был. А где? Это Баптисты. Первая беседа с ними. А вы верите, что в Ветхий Завет от Бога? Все Писание Бога духовновенное. Писали святые Божьи человеки, будучи движимым Духом Святым. Согласны? Да, согласны. И вот жители Берсомисера ждут урожай сярпами. И в это время из плена Пересимска возвращаются ковщек. И люди не тошли. Это святыни, которые там закрыты, никто не видит. А посмотреть можно. Ну, ящик обыкновенный. А там лежат каменные скрижали, что-то написано. Ты пойдешь? Оля, Таня, идите посмотрим. Еврейское святыня идет из плена. А никого нет. Одни коровы ведут. Сами везут. Ну, и людей этих, я понимаю, столько говорили. Когда захватывают страну, все божества, которые были захвачены, они туда, в Римском пантеоне, 500 разных божеств было. И кто приезжал в столицу мира, они приходили, молились. Бал в пивору поклонялись, Билу, Балу. Все стояли. Христианам предложили 500, первая ниша. Поставьте сатуре Христа и молитесь. Христиане сказали, все эти 500, это демоны. Приносящие в жертву, приносящие в жертву бесам. Все 500 религий объявили войну христианству. Все исчезли. Может ли сам человек это сделать? Это амтанта была. Ну, кто знает историю, знает, что это так и было. А как надо было? А так и написано. Писание сказало. Выходя на арену, когда их бросали львам, они поднимали один перст. И только Кристос рейна. Да, написано, Господь царствует. А они сразу переменили. Христос царствует. Где эти религии? Ну, кто массу поклоняется? Ну, может быть, Шойгу. Не знаю. А кто венеет поклоняется? Ну, может быть, Матвиенко, Угащева. Не знаю. Мы знаем только венерическое болезнь. Слышали про них. А имя Христово? Так известно. Такое слово, которое скрижали были. Это был образ Христа. Вначале было слово. А слово на скрижали. Это прообраз рожденного Девой Малеи. Где лежали? Внутри ковчега. А вот этот ковчег, это Божья Матерь. И они заглянули. Не, как всегда, говорится, я икона вот рубилась, сожгла. Не рубили, не плевали, не поносили, ничего. Ну, как поступили? Что там нет? Пошли. Ой. Другой. Ой. Пал дыхание схватило. Не два человека Бог убил. А 50 тысяч и 70. Даже во время Курской битвы за один день. Я не знаю. Это ужас. 50 тысяч для Израиля по тем временам. Это катастрофа. Они ничего не делали. Но мы сделаем вывод. Что они сделали? Они коснулись святыни. Туда нельзя заглядывать. Поэтому она была всегда за весой. А они заглянули. Эти люди уже не нужны. Они раскрыли тайну. И раскрыли тайну в ложном направлении. Не я их убивал, Бог. В Библии считали, знаете? А вопрос-то один. А за что? А вот за то. Не было у них детей. Она тайна. И только слово было. И там еще в Курчине больше не было. Вот и все. Первое послание Корейцев. 10 глава. 6-11 стихи. Говорит. Это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они. Дальше. Это были образы, достигшие последних времен. Мы научились отсюда? Мы посчитаем Божью Матерь. Но нигде за грань заходить не надо, как в католике, что она бессеменно защата. И Аким ей не отец. Мы знаем. Она родилась от Акима Иоанны. Поминает как Бога отец Акима Иоанна. Вам понятно это? Это маленькое-маленькое слово вам, которое сгодится на будущее. Итак, я сектантам освящаю. Они имеют, но не имеют церкви. И вот он, сектант, приходит. Принимает крещение. Мы бесели на ходе. Простой сектант. Немец. Другая религия. Менамиты. Преподаватель университета. Одна встреча. Мы вечером начали беседовать после ужина. Может быть, в 7 часов было. В полпятого утра беседа закончилась. И он сказал, принимаем православие. Вы знаете, о ком говорили? Доктор богословия в православии, отец Геннадий Фаст. А сколько через него пришло? Какие книги? Доктор богословия, это конечная стадия. Кем он был? Магистром и прочее. И он никогда, нигде не говорит, как пришел, по-другому как было. На следующий день, он еще не уезжал, пришел ко мне на работу. Меня искать. А я на лестнице стою, баночки там крашу. Меня нанимались, ремонтируют бану. А я, говорит, стою под лестницей, задаю вопрос, а вы красите, не останавливаясь. На работе разговаривать нельзя, если ты умеешь говорить. Пару слов, остальное, чтобы рука с той же энергией работала. А у нас так, рот разил, мы разговариваем, у нас детям сразу щепку в рот попереду. Да большую, чтобы не проглотил. Или кора какая. Другой даже с щепкой лапы болтает. Тогда накажу его. А какое наказание? У меня приезжают профессора, тут разные были психиатры. Наказание двойное. Наказание физическое в обоих случаях. Один остается без завтрака, другой отчасти завтракает. И третий я его крапивой или сеткой проглажу. Аж сколько? Горящий называется. А когда заходим туда, отдельной кель, а все молятся. Я в сапогах, я как щеплю по сапогу, а ты с людьми покажи что-то. И бегом беги к умолю, потому что скорее водой, и тогда не будет больно. Люди-то не знают. А ребенок знает, что его не наказали. Но будем молиться вместе. И вот на это наказание, теперь я, когда он садится за стол, так. Кто наказан отдельно? Это аж человек пять, больше бывает. Так, без завтрака или три горячих. Другой, да ладно, лучше я без завтрака. Без завтрака стоит здесь. Так, лучше накажите. А вот за смелость садись, прощайся, все, и ешь. Ребенок это понимает. Живут люди тут с таким званием. А где вы это мощиились? Нигде. Я просто взял готовые, это в Таиланде. Шепотом разговаривает. У вас в мещах. Шепотом разговаривал два раза. Общежитие решаешься. До свидания. Чтобы ребенок никогда не плакал, не квасился. Это взял от японцев. Национальный культ канзю. Никогда не показать, что тебе больно. Ребенка ты к стоматологу приведешь. Что он будет делать? Плакать. Конфетки там, то есть последние зубы вышибу конфетками. И вот когда меня в Америке уже привели, я теперь закончу это. Я сказал, что мне нельзя, иначе памяти не будет. Что вы думаете? Врач этот говорит, там, в нелёгкий. Я говорю, не знаю. Меня отвечают на студенты на вопросы. А у меня памяти нет. Да какое отношение памяти и зубы? Не знаю. Приходит лет 20, и вдруг в эти годы в Швеции, кажется, шли исследования, как связаны зубы с памятью. Оказалось, связаны. Я ревертирую, бесплатно вставляю зубы, которые вышибают. Я ему сказал, старый такой, видно, на пенсии. И он говорит, стоматолог, а это правда. Особенно сверху щелестю. Я тоже, говорит, не знаю. И вдруг публикует. С каждым зубом определенный процент памяти уходит. А как вы знали? Не знал. Я просто сказал. Понятно? И все, у меня нет зуб, не ворюбый. А зубов-то там еще и нет. Они нужны. Они поддерживают друг друга еще корень. И не разрешают соседней вам упасть. Садимся за стол. Спаси Христос. Аллилуйя. Слава Богу, Господи. Я большое. Скорее. Салат из моркови, капусты. Зелень, рыба, хлеб пшеничный. Компот. Орехи. Огурцы свежие, огурцы малосодные. Аккуса подсолнечная. Чеснок. Посмотрите в ушки. А вот она нашел. Все, все нормально. А второе. Каша пшеная. Каша пшеничная. Каша пшеничная. Через край стола не заваливается. Вот так. Суп. В левом кусочек. Чай. Мятный. Смородина, малина. Плывника поливая. Так. Масло. 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 Машина и делили. Дженча и себя в разделе. Так. Я послушал. В общай. Так. Можете ловить? Давайте поздравляю. Так. Братья. Островь. Адведович. Что есть? вот это что в чашечке? это вам. это мне дали отдельно. самая мелкая, смотри сюда, самая мелкая это каротин от вас, не от, а для от 2 Оля, а кто это тёр? а ты что сидишь, видишь там? кто тёр, там мы вот рыба, да, всё сказал рыбу? да